А почему, если... Вы не услышали меня, почему? Что если на маршрут номер 5 встанет количество автобусов, которые затребованы для выполнения расписания по контракту, то есть не 5 автобусов, которые сегодня работают, а 20 автобусов встанут на маршрут и будут выполнять веками сложенное расписание, этот вопрос отпадет самому. Почему мы имеем контракт государственный, которому никого не принуждали? Контракт выиграли, почитав его, это грамотные люди. И сегодня его не выполняют, создают, дайте я договорю, создают ажиотаж на транспортной инфраструктуре городской черты, и мы будем строить остановки, или я не знаю как, заездные карманы. Мы с вами знаем, что такое знак переставить, или павильон переставить, или сделать заездной карман. По полгода уходило, помните? Да, но это как в порядке. Я еще раз призываю, Петр Алексеевич, вы видели сам контракт, вы прочитали, что там написано? Там написано количество часов, количество рейсов, правильно? Количество большой вместимости, количество малой вместимости, заезды. Там же просто выполнять и этих совещаний проводить. Поверьте мне, не надо будет, все встанет на свое место. Не надо изобретать остановки, не надо обвинять кого-то, заключить все договора, поставить подвижной состав и работать. Это уже было, все. Я настаиваю на своем решении. Почему город развивается? Знаете, читаете, да? Инфраструктура развивается. Мы уже давно ничего не исправляем, ничего нового не делаем, и забыли про это направление работы. Нет, в принципе, расширение, правильно. И у Евгения Васильевича, у него тоже есть серьезный сегодня проект, о пешеходной зоне, а вы знаете про это? Я сам участвовал в Гвардингах, поэтому я с вами целиком полностью согласен. Может быть и транспортную развязку, ну, несколько вариантов есть, согласен, что делать что-то надо. Но сегодня, пока, надо просто взять контракт Петру Алексеевичу и перевозчику. Сесть, выехать, посчитать количество автобусов, кто их проверяет, до рейса и после рейсового осмотра не идут. И так далее. И все встанет на свое место. Расписание, которое висело годами, его даже никто снимать не стал. А извините, то, что повесили сегодня компании, я как эксплуатационник советского времени, вот это, если говорить словами Преображенского, это лягушачья бумажка, которая висит у вас сегодня на павильоне, которую вы и на 30% не выполняете. Петро Алексеевич, подключайте. Давайте будем корректны друг другу, не будем лягушачьи там или еще что-то. Нет, это классик. Не надо, не надо. Это классик. Не надо переходить. Потому что нет. Потому что... Я еще раз говорю, не надо переходить. Петро Алексеевич, расписание, расписание. Стандарт, а не листочек. А не листочек. Я еще раз говорю, держитесь в рамках. Да, конечно. Знаете, потратил несколько часов времени, утром с 5 утра, до 12 дня простоял на ЖД-станции, где, ну, к сожалению, нет расписания и пауканов. Я взял за эталон сельсовет, или постсовет, как сейчас называют. Из заявленных 30 рейсов этого времени было выявлено только 20. Если взять как образец, ну, потому что транспортная... Не, я сейчас, секунду, я закончу. Если взять объем работы тот же, но наше расписание, то оно занижено еще на 6. Если мы возьмем контракт, в котором мы сегодня работаем, на линии у нас должно быть 14 битв, как это уже было озвучено. То есть, ну, я на тот момент насчитал 5 сегодня. То есть, если можете, прокомментируйте, почему вы обманываете главу города, не выполняя даже свое заявленное расписание, и почему вы не исполняете муниципальный контракт в разрезе количества подлинного состава на наше этих поселения? Это не по-другому. Ну, ответим все равно. Я ответил на все вопросы, которые, уважаемый Михаил Александрович, мне задал. Мы собрались именно для того, чтобы разобрать все нюансы, все проблемы, которые не дают нам права работать нормально, и чтобы люди, балкаламцы, не страдали от этого. Да, все это, безусловно, так. Денис, я, наверное, все-таки выставлюсь. Я руковожу группой компанией, в которую входит и П. Уханов Михаил Александрович. Вот, значит, здесь вот коллеги упрекали его. в некоторых неловкостях. В частности, упоминали Сиделева Николая Николаевича. Я хотел бы сказать, что Сиделев наш хороший товарищ. Вот, мы с ним работаем уже долгое время. Мы соседи по его... По Зарайску, я знаю. Ну да, мы в Зарайске работаем. Там же и его автобусы работают. И у нас не было никогда никаких недоразумений. Мы неоднократно встречались, в том числе и в приватной обстановке. Вот, и у нас было... Были договоренности, и мы все вопросы решали вместе и результативно. Никогда мы не... Из-за наших разногласий не подставляли пассажиров. Я переключусь на реалии Волоколамска. Ни из каких амбиций мы не будем исходить никогда, если эти амбиции будут ставить под угрозу судьбу наших пассажиров. И готовы договариваться с нашими коллегами, которые работают в Волоколамске уже продолжительное время, чтобы договоренности, которые мы достигнем, исключили полностью неудобства и риски для пассажиров. Исходя из этого только. Никаких амбиций. Мы примем какие-то условия. Мы ответим на какие-то вопросы и покажем, как мы работаем. Все это не исключено, и все это приветствуется. И опять-таки, я повторю, закончу уже. Что главное, пассажиры. Спасибо. По сути вопросов, которые озвучил директор Волоколамского ПТП, могу сообщить следующее. Действительно, Александр Михайлович сказал правильно, пассажиры главные. И процедура, законная процедура, не позволяла нам выехать по закону на основании выигранного аукциона 1 января. Еще раз отмечу, что во всех районах похожей ситуации в Московской области действующий перевозчик, а именно филиал мострансавта Волоколамский, должен был продолжить работу до вступления в силу разрешения на основании законной процедуры. Поэтому решение было принято 30 декабря. Был подписан госконтрафт, муниципальный контракт на месяц, и мы выехали 1 января. Это было непросто, но мы это сделали. Дальше. По поводу более важного вопроса, опять-таки, о пассажирах, а в автостанции. Если умножить те цифры, которые завуалированы, описали в письме своем директор филиала мострансавта в Волоколамске, то как раз эти 60 рублей умножить на количество рейсов, если все рейсы делают через автостанцию, как раз будет миллион рублей. Количество рейсов назовите? Количество рейсов? Назовите больше 200 в день. Сегодняшнее в связи с тем, что действительно необязательно делать все рейсы через автостанцию, но при доброй воле, если она вдруг будет филиала мострансавта в Волоколамске, если все-таки сделать договор, как в других местах, в той же Орузе. Вы ответьте, пожалуйста, сколько рейсов? Сейчас мы делаем около 50 рейсов, заездом на автостанцию. Это 60 тысяч мейсов? 60 тысяч мейсов. Про какой вы миллион говорите? Это всего-навсего 60 тысяч рублев. Ну, секундочку, я никого не обманываю. Давайте посчитаем вместе. Давайте посчитаем вместе. Если мы будем делать все рейсы через автостанцию, как это было, просто это будет. Я думаю, давайте мы не будем сейчас арифметикой заниматься. Вы останетесь, два предприятия, и я думаю, что вы в рабочем порядке эти вопросы обговорите. Так, пожалуйста, Лидия Ивановна, вы что-то хотели сказать? Пожалуйста. Я председатель ветеранской организации городского поселения. Как известно, что больше всего ездят на наших маршрутах пенсионеры. И нас очень волнует, нас не волнует по закону или не по закону, что вы разберетесь сами. А нас волнует, то есть человеческий фактор. В чем это я могу высказать? Во-первых, водители очень грубые. Мы к такому не привыкли. Если мы звонили в свой пак, и водитель нагрубил, его тут же лишали премии. И больше этого не повторялось. Ребята с нами, нового перевозчика, разговаривают как с отработанным материалом. Мы же пенсионеры, с нами можно по-всякому разговаривать. Они нам говорят, а что вы тут возникаете? Вас скоро лишат вообще, будете ходить пешком. Когда не будет у нас льгот, тогда будут разговоры. Пока мы такие же граждане ездим так же, как и все тайные, и просим уважаемого руководителя перевозки, пожалуйста, работайте со своими водителями. Это раз. Во-вторых, вот последние три дня, вроде бы как после праздника немножко настроилась, стали нормально ходить автобусы. Последние три дня, понедельник, я езжу сама лично и разговаривая со своими ветеранами, я довожу до них, что творится на линии. Езжу каждый день на фабрике. В половине девятого собирается народ. Я подхожу обычно без пятнадцати. И нет автобуса до половины десятого. Люди нервничают, опоздали на работу, замерзли все. Вдруг является четыре. Один маленький, три больших. Тут же хватает всех. Ты их не трогай, я поехал туда. Этот забирает, забрал, который едет на болгарский городок. Они доехали до города, начинается скандал. Ну как-то разберитесь, работает со своими ветеранами, со своими водителями. И это вот продолжается три дня. Обратный путь у меня с двух до трех. Вчера я стояла 35 минут. 35 минут. Почему в это время, не с утра, когда люди едут на работу, не в обеде на перерыв, нет автобуса? Почему их нет? Скажите, пожалуйста. Водитель несутся, ну, если сказать по-русски, как угорелые. Куда они так несутся, непонятно. Во-первых, маленький автобус набивает стоя, что очень опасно для нас, пассажиров. Независимо, сколько он там посадил, лишь бы взять. Мы пришли к такому выводу, что вашим водителям не волнуют вас ни ветераны, ни пассажиры, вас волнуют только деньги. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Вчера водитель, ну, среднего размера автобуса, не знаем ни фамилии, ничего, он буквально тормозил на каждой остановке так, что мы летели до сидения водителя. я выходила на фабрике и хотел ухватиться за поручень, он так дернул, что у меня рукава так повисла. Я к нему подхожу и говорю, ну, что ж ты делаешь, ты же руку мне сломал. А я при чем? Это автобус. Вот так с нами разговаривают. Пожалуйста, работайте со своими водителями, чтобы такого не повторялось, если будете работать у нас. Мы к такому не привыкли. Мы не привыкли стоять на остановках. Если только один автобус пропустили, наши пассажирские автопредприятия, мы тут же звоним, все исправлено. Если нам кто-то нагрубил или курил в маршрутке на остановке, тут же звоним, тут же все исправлено. Поэтому же делайте так, как взялись, давайте работать как положено. Это вот человеческий фактор, что касается. Вот такие у нас ультгеранов к вам вопроси. можно с вами телефончик когда так лет не хватит. Уважаемый коллегий, уважаемый Вера, еще кто хочет по данному вопросу. Я хотел бы насквозить с таким вопросом, который меня немножко остановили. вопросом. Я сам лично проверял автобусы. введение путеводик документации, у вас водители работают по 16 часов. Не помните? Ну, водители сами говорят. потом лично я сам проехался в этом автобусе. до этого кто вышел он сказал, что да, гонки были. Все спешатся. ехал нормально, потому что по-понятному нарушению моря. Даже обычные самые таблички даже не можете появиться на автобусе, которые должны быть. Ну, которые должны быть внутри автобуса. То есть читайте приказы всех, которые у вас должны быть. Такой переводчик исполнит. Съем маршрутов не было кого-то? Ну, мы даже знаете, не нашли маршрут вообще никого не видят. У одного был в кармане сложен. Схема мы не поняли. Вы же согласны схеме, которая и у вас такая же схема. Схема должна быть на расписании с той стороны. Ну, с вами мы видели, оно не совпадает. На д-вокзале как раз я лично смотрел, там вообще никак не совпадало автобусы. Не один не совпал. Сами смотреть. Так что от нас что? она от нас опять дальше контроль в любом случае. Просто мы не можем разорваться. У нас народу мало на 6 районов. Буквально недавно я был в Солочногорске позавчера. Вчера по Клинскому району и так далее. У всех все нарушения большие. Вчера, допустим, я не по заказу делал по маршруту. Вообще нет ничего важнее жизни и здоровья пассажиров. С этого мы начали совещание. Я попросил у Петра Алексеевич. Такое важное совещание, на котором присутствует и госавтоинспекция, и транспортная инспекция, и перевозчики, и совет ветеранов. То есть важнее людей обратиться в транспортную инспекцию в областную, сделать тотальный проект и пассажирскому Волоколамскому предприятию. Потому что доиграем все. Я закончил. Петр Алексеевич, можно вопрос один? Я не знаю, кому... Да, конечно, пожалуйста. В афере Фиктор Васильевич, председатель Совета ветеранов районной организации. Все-таки контракт с 1 февраля или 1 января? С 1 февраля у нас основной контракт, который они выиграли, а сейчас в данный момент действует временный контракт. Я все понял. Еще контракт по сути дела не начался, мы уже начинаем выяснять, не мы, вывод. Дело в том, что если мы сейчас не выясним и, как говорится, не расставим все точки на 3, на вот этом маленьком контракте не обкатаем эту ситуацию, то если мы сейчас уйдем, то масса нарушений будет и просто-напросто контракт может быть расторгнут. Это нормальный процесс вот сейчас все правильно. Замечаний есть много, но я могу, Петр Алексеевич, заверить, что ветеранам я доведу информацию, что вы лично и представители наших перевозчиков, собственники ведут переговоры, ведут работу по улучшению транспортной ситуации в городе. но на район пока жалоб мало кое-где только поступали по району перевозка. Мы районными перевозками не занимаемся, у нас городской просто я знаю, что Шаров занимается районными перевозками. Было упомянуто рейсы и маршруты, жалобы будут поступать, мы будем доводить, вам тоже такие вопросы. Нормально в рабочем порядке, как всегда, это делалось. Дело в том, что когда получилось так, что выиграла другая организация транспортная, а не наша, к которой мы привыкли уже не только годами, а десятилетиями, действительно был определенный шок. В прямом смысле этого слова. Никто не ожидал этого, но так случилось. 44-й закон никто не отменял. Все работают в рамках 44-го закона. Но от этого единственное, что мы сейчас имеем, это страдают наши жители города Волкаламска. Отсюда все исходит. Мы здесь находимся и вообще работаем только во благо наших людей, а тут получается, что наши жители города Волкаламска получили неудобства. Эти вопросы мы обязаны решать, вмешиваться в ситуацию и улучшать, что в наших силах. и просто еще продолжение хочу добавить по поводу пребывания автобусов на автостанции. Но если сумма такая, 60 рублей, ну, я считаю, это даже обсуждать не стоит. тем более документ официальный, все нормально, я здесь не вижу даже причины. Нас пугали такими миллионами, что там миллионы заложили, там требуют за въезд, а здесь оказывается, ну, извините меня, мы живем в рыночных отношениях, так что здесь... Это будет 33 заезда в день. Маловат. Так о чем мы вообще здесь... 30, 50, 50. Хотя из чего вы стоите, что 33? Ту сумму, которую вы можете затворить? Это то, что вы сказали, что 10 тысяч. Но вы больше 30 тысяч не можете затворить. Что мы не можем? Вы количество рейсов не будете затворить. А сколько нужно? Миллион? Давайте озвучите, скажите, что нам нужен миллион в месяц. Сделай, сделай. Это передергивание, это передергивание. Так вот, если... Так вот, если... Я не договорил, вы не дали договорить, перебиваете. Так вот, если умножить необходимое количество рейсов, это нужно делать больше 200 заездов на автостанцию. Если умножить их на 60, будут совсем другие цифры. А вы, в нашем с вами разговоре, когда я к вам приезжал в конце прошлого года, вы не хотели даже дешевле 100 рублей делать въезд на автостанцию? было предложено три варианта. Зарайска, все-все, что-то к ней был предложен. на счет того, я секундочку не говорю, по поводу того выполнения расписания и что там соответствует, не соответствует. Ну, вот почему-то никто не сказал. Вот я фотографии положил главному инспектору ГИФДД Балакаламский. Значит, на остановке фабрика 4 рейса висит Балакаламского ПТП, то есть 4 раза в день автобусы Балакаламского ПТП по согласному расписанию трогаются от остановки фабрики. Эта фотография сделана как раз с 17-го числа. А по факту этих рейсов во много десятков раз больше. Конечно, есть. Там истеричные... И вот, и вот, и вот, и вот, и вот, фотографии есть. И получается, что приезжает согласно своему расписанию. Наш автобусу. Михаил Александрович, вы маленько скажете вопрос, почему у вас на маршруте не достаточное количество автобусов? Я потом отвечу на вашу вопрос. У нас достаточное количество автобусов и не выполнение вашего расписания. Я вам рассказываю, как можно подъехать к остановке, если там стоит уже два автобуса? Ну, они же подъехали, они же не прилетели. Кто помешает и приедет? Я так понимаю, изначально вопрос не добора какого-то ожидаемого процента выручки. Как можно ее собрать, если изначально на маршруте меньше количество автобусов? мы же сказали, мы пытаемся разместить. Я сейчас помню ту ситуацию. Чтобы автобуса по ТП не прилетел же, правильно? Не дает никакой логики. Сегодня в 7.45 должен быть автобус. Стоял ваш большой автобус и чиновник. Стоял и ждал время. Было без 10. Восемь. Он не тронулся с места. Это дело... Поехал наш Владычин и забрал пассажира. А вашему водителю это не надо. Просто вы понимаете, складывается... Наша забота о пассажирах. Складывается такое впечатление, что нас пытаются приучить ну не нас, жителей Рабу приходить к автобусу не к расписанию, а так сказать к интервалу или как-то отталчика. Как в Москве работали, бомбило. Пока полное не наполнится, я не поеду. Другого слова нет. Может, утром работает с интервалами, не прошло. Это самая порочная практика в эксплуатации. Город, который работает с интервалом. Проставим для мониторинга. Это не прекратится взаимно. Самое слово. Я думаю, давайте неделю. Нет, нет, нет. У нас есть такие спецслужбы здесь. Давайте. Про мониторинга в месяц и вы его все в месяц. Много. Много месяцев нас здесь и будет жало за это. Это не мешает. Сколько нам дадите сроку? Сейчас ОГД нам поговорим и про мониторим, чтобы не было взаимных таких программ. Это неинтересно. Две недели. Давайте две недели. Я думаю, месяц это очень долго. Две недели. Две недели. Промониторить ситуацию. Еще две недели будем дергать наших жителей. Это надо делать не медленно, это с завтрашнего дня. Надо выезжать и работать по графику. Ничего придумывать не надо. Надо взять график и по нему выезжать работать. Все. Какие две недели? Петр Левнович. Василий Николаевич, спокойно, спокойно, без эмоций. Дело в том, что сейчас с 1 февраля начинает действовать основной контракт. У нас осталось сколько до 1 февраля? День. Ну, как раз. А если будут нарушения выявлены в течение уже действия основного контракта, то, соответственно, Мы сейчас говорим... Совершенно верно. А здесь говорят так, когда у нас будет общая картина, мы посчитаем и все посчитаем, мы посчитаем и все посчитаем. И ваши посчитаем. все. И тогда мы у вас скажем, зачем им говорить эти неправды? Или им скажем, зачем говорить эти неправды? Все стоит в свои места. Все стоит в свои места. Вы правильно? Увеличение контракта. Запустился. Можно? Удивешно. Я хотел бы с этого начать, скажем так, начать и мониторить нас именно с Банаса. Скажется. Сама? Да, с самого Банаса. Может, даже не уходи. Да, если она позволит нам. Обои, причем обои предприятия. Я подчеркиваю, именно обои предприятия. Второй вопрос, я бы хотел заострить внимание именно по ИП Уханову. Это обратить, да и, наверное, наше предприятие, на диспетчеризацию. Но так как ИП Уханов у нас на территории новый перевозчик, поэтому проконтролить именно диспетчерскую ихнюю, чтобы было отработано на вот этот пункт, чтобы просто многое жалоб именно диспетчеры тоже уже начались. И третье, ну, наверное, все-таки, чтобы между перевозчиками были человеческие отношения, а не, скажем так, встречались только здесь и только, когда сводили их администрации. Это, наверное, главное. Потому что даже вот вчера мы встречались, да, и каким-то образом все-таки пытались снести между собой перевозчиков, но помоя им форматься, что перевозчики между собой так и не встретились. Вот это вот самое плохое. Мы никогда не договорились, как бы мы не сближали между собой, никогда у нас не будет порядка, пока мы этого и гостигнем. Мы готовы. Но, к сожалению, я этого вчера не увидел, хотя мы вас спросили об этом. Александр Васильевич, вопрос у вас. А что вы делаете на фабрике? Ваш транспорт. Ну, знаете, не секрет, что, допустим, маршрут номер 71, Владычина, официально заезжает на фабрику, в паспорте есть такая остановка. Один. Я делаю. Не один. Один. Паспортах маршрута две городские остановки. Николай Васильевич, все паспорта проверьте, приедьте. Все вам дадут.